Встреча с поддельными документами Разумеется, поддельный оттиск находится вот на этом сертификате Это видно невооруженным глазом Обратите внимание на размер шрифта, заполнение поля, сетку и сам размер штампа Для наглядности показываем, как выглядит оригинал Штамп более четкий, а вместо сомнительных штрихов ярко выраженные точки Кстати, именно печать в данном случае и оказалась поддельной К сертификату вопросов нет Как выяснилось, подобную липу можно было купить еще пять лет назад Чаще всего подделки выявляются в Витебской области Причина – близость к России Именно из этой страны к нам и привозят оттиски хендмейд Встречаются как некачественные подделки, так и довольно неплохие экземпляры А сейчас внимание Если вы все-таки стали счастливым обладателем сертификата с поддельным штампом Даже не стоит думать о его переносе Дело в том, что во время прохождения гостехосмотра каждый автомобиль попадает в так называемую базу данных И без проверки этих сведений документы вам никто не оформит Другие критерии проверки – это наличие диагностической карты и наклейки на лобовом стекле На эти моменты можно обратить внимание при покупке автомобиля Когда продавец уверяет вас в наличии пройденного ТО Но даже этого недостаточно, чтобы перенести отметку в свой сертификат Тем более, что по нашей информации поддельные наклейки чуть ли не пачками приезжают в Беларусь и с Польши Сам перенос осуществляется только после подтверждения факта выдачи разрешения На допуск транспортного средства к участию в дорожном движении Именно в отношении данного автомобиля Технология, по которой работал народный умелиц, из-под пера которого вышел этот экземпляр Иначе, как кустарный, не назовешь В Государственном комитете судебных экспертиз мы провели детальное исследование поддельного штампа Как выяснилось, сделан он был путем оттиска рельефным клише Засветило, вот фотоэмблемер есть, специальное там устройство Накладываешь негатив сверху, ну кто делал фотографии, то есть быстро это поймет Засвечиваешь, то есть естественно в ультрафиолете, там где свет походит Все это полимеризуется, то есть затвердевает, там где свет не попадал Проявляет в растворе, вымывается и получается рельефное клише Еще один способ это банальная распечатка на принтере Тем более, что технологии в этом плане далеко шагнули вперед Но это не значит, что подделку никто не выявит Распознать фикцию без труда сможет и опытный сотрудник ГАИ Поэтому какой бы качественной ни была реплика, это всего лишь липа, которая рано или поздно станет вещдоком уголовного дела за подделку документов Максимальное наказание по статье 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь Подделка удостоверения или иного официального документа предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет А если те же действия совершены повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, то лишение свободы на срок до трех лет Но вернемся к процедуре прохождения техосмотра Точнее даже к водителям, которые по тем или иным причинам ее игнорируют Со временем таких автовладельцев может стать меньше По крайней мере, на это направлен проект указа, который разработали белорусские парламентарии Одна из его идей выявлять с помощью спидкамов автомобили без техосмотра Сейчас фотофиксаторы работают в так называемом событийном режиме То есть срабатывают лишь на превышение скоростного режима Но по словам специалистов, после необходимых настроек камеры станут работать в непрерывном режиме То есть снимать все подряд В том числе и номера автомобилей, не прошедших техосмотр Сейчас проводится работа по предоставлению гостехосмотра необходимой базы данных предприятию «Безопасные дороги» Планируется, что именно эта организация будет контролировать данный процесс Поэтому уведомления со штрафом за отсутствие техосмотра нарушители будут получать Как и за превышение скорости по почте А штраф за так называемое письмо счастья, которое будет приходить исключительно хозяину авто Станет фиксированным две базовые величины Сегодня это 49 рублей Причем протокол об административном правонарушении составляться не будет Помимо этого, проект предусматривает разделение уплаты госпошлины на несколько частей Скорее всего, так называемый транспортный налог будет отвязан от техосмотра По словам депутата палаты представителей Андрея Рыбака, который принимал непосредственное участие в разработке проекта указа После модернизации система фотофиксации пригодится и в других сферах Незначительно модернизировав эту систему, переведя ее из работы в событийном режиме Когда она работает на какое-то событие, в частности факт нарушения скоростного режима Переведя ее в непрерывный режим, мы дальше можем использовать эту систему для многих целей В том числе и контроль уплаты добровольного страхования В том числе и контроль за дорожной обстановкой у нас на дорогах Ну, скажем так, знаменитый план перехват Когда мы работали над системой усовершенствования взимания госпошлины Такой достаточно больной вопрос Там тоже была поднята такая тема, как применение этой системы Вот для контроля прохождения техосмотра и уплаты госпошлины Еще раз обращаем ваше внимание, что пока это лишь проект указа Никто с завтрашнего дня на камеру не станет ловить нарушителей за непройденный техосмотр Когда будет принят указ и останется ли он в том виде, в котором мы его преподнесли Пока вопрос открытый Но так или иначе очевидно одно Новшества направлены на совершенствование системы Чтобы и поддельными сертификатами люди не баловались И техосмотр вовремя проходили Ведь в первую очередь эта процедура гарант нашей безопасности И трагедия, произошедшая в декабре на проспекте Победителей Это подтвердило еще раз Напомню, из-за отказа тормозов грузовик не смог остановиться и сбил пешеходов Авария унесла жизнь 11-летней девочки Как выяснилось позже, водитель не знал о проблемах с тормозами Так как ЗИЛ давно не проходил техосмотр В главном эфире Юрий Шевчук, Юрий Тихонович, Анатолий Долотовский Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова